Терминатор, на фоне которого Дмитрий Медведев давал комментарии, это исключительно российская разработка. Хотя на выставке в Нижнем Тагиле можно найти экспонаты совместного производства. На Russia Arms Expo вообще много говорили о том, что необходима кооперация между иностранными и отечественными разработчиками современного вооружения. Наш корреспондент Роман Марьяненко увидел то, что уже готовы предложить производители. Делегация из Кувейта с удивлением осматривает один из стендов. Иностранные военные решили оценить технические характеристики отечественных бронемашин «Тигр», но сделали открытие. Оказывается, «Тигры» эти только отчасти российского производства. Например, вооружением занимались итальянцы. Они установили на российские броневики свои боевые модули, турели с пулеметами. Ничего удивительного, говорит представитель фирмы «Отта Милара», которая разработала эту систему. Это сотрудничество сложилось по взаимной инициативе. Россия понимает, что нужно вводить европейские технологии. В данном случае это взаимовыгодно, потому что стороны могут почерпнуть и заимствовать друг у друга интересные идеи. Это факт. Оказывается, российская оборонка вплотную работает с иностранными производителями. И первым плодам этого сотрудничества нельзя не удивиться. Эту тяжелую БМП под названием «Атом» французские инженеры фирмы «Рено» разработали и собрали, опираясь на технические задания российских специалистов. Получилась инновационная боевая машина, адаптированная под запросы российской армии. У БМП вместительный кузов и крепкая броня. При этом «Атом» может плавать, а на его вооружении скорострельная пушка, способная самостоятельно искать мишень. «Атом» оснащен системой предупреждения о лазерном излучении. Другими словами, если противник возьмет его на мушку, «БМП» автоматически развернет свое орудие в сторону врага. Французская сторона довольна результатом совместной работы. «Рено» уже подписала соглашение с «Уралвагонзаводом» о продолжении сотрудничества. Недолго к часу «Атом» встанет на конвейер. «Мы частная организация, но наш основной заказчик – это Министерство обороны Франции. Примерно 60% нашей продукции идет на экспорт, поэтому ничего удивительного, что мы в итоге оказались здесь. Тем более, что российский рынок сейчас открывается для партнерства с зарубежными компаниями». А этот легкий бронеавтомобиль к месту боевого задания можно спустить на парашюте. Концепцию разработали в Татарстане, но опять же с оглядкой на достоинство европейских бронемобилей. Автоматическая коробка передач, спутниковая навигация и способность плавать. Лишь часть их при малом весе броню машины нелегко пробить. «Стекло бронированное, пятый класс защиты от снайперской винтовки Драгунова. Корпус тоже самое защищает от снайперской винтовки. Днище тоже целиком бронированное, то есть бронекапсула. Кузо представляет из себя бронекапсула». Впрочем, для российского ВПК активное сотрудничество с иностранными партнерами еще не означает потери самодостаточности. На второй день выставки наступила очередь и долгожданная российская новинка «Терминатор-2». Эту машину огневой поддержки впервые представили широкой публике. Презентацию БМПТ-72 посетил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Основная задача этой машины – оказывать поддержку танкам и пехоте. «Терминатор-2» одинаково эффективен и в условиях леса, и в городской черте. «Постоянно готовые к открытию стрельбы на поражение автоматические пушки обеспечивают минимальное время реакции при изменяющейся боевой обстановке». Во второй половине дня новинки боевой техники в присутствии многочисленных зрителей сражались с условными террористами, преодолевали различные водные и наземные препятствия. Роман Марьяненко, Альберт Полудницын, Александр Плюснин. Информационная программа «День» Свердловская область, Нижний Тагил.